Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Депутата КЗС Ирина Теплова весь день слушает приговор судьи. Ее обвиняют в пособничестве растраты. Артистам, певцам и врачам ручили ключи от квартиры. В Барнауле сдали первое за много лет социальное жилье. Нацпарк Тогул к Новому году не создадут. Эксперты вновь обсуждают плюсы и минусы особой территории. В Бийском горсуде с самого утра сегодня выносят приговор по делу о растрате средств Федерального научно-производственного центра «Алтай». Одна из обвиняемых – депутата КЗС Ирина Теплова. Всего обвиняемых трое. Бывший гендиректор ФНПЦ «Алтай» Александр Жарков, уже умерший, проходит по статье «Растрата». А первый заместитель гендиректора Андрей Литвинов и сама Теплова по статье «Пособничество». По одной из версий обвиняемые проработали план вывода средств, который научно-производственный центр получал от Рособоронэкспорт. По некоторым оценкам, общий ущерб государству составил больше 100 миллионов рублей. Этим утром Ирина Теплова зашла в здание суда без каких-либо вещей, только с дамской сумкой. Первоначально сегодня должны были зачитать только результативную часть, но судья решил огласить весь приговор. Заседание проходило за закрытыми дверями. Как стало известно, Ирина Теплова получила условный срок и должна выплатить штраф в миллион рублей. О, хорошая новость. Сегодня пришла из Ярового в дома жителей и начало поступать теплом. Сегодня на ТЭЦ города запустили в работу второй котел. Об этом сообщил министр промышленности и энергетики края Александр Климин. На аппаратном совещании в правительстве региона. Показатель должен быть 70 на 55. Но учитывая, что все помещения, жилые квартиры, дома, помещения в социально значимых учреждениях промерзли, необходимо сейчас в течение двух суток дать максимальную нагрузку, выйти на показатели 90 на 70, ну для того, чтобы помещения прогрелись. День, но уже сегодня к вечеру в домах заметно потеплело. Сейчас на ТЭЦ работает два котла, третий находится в ремонте. Накануне в город пришли первые 10 вагонов качественного сухого угля. В Славгороде уже следующие 20 вагонов, еще 32 загружают в Кузбассе. Кроме того, идет речь о поставке большой партии угля в город на два месяца вперед. По словам зампредседателя правительства Игоря Степаненко, сейчас работают все социальные объекты. Детей из детских садов и школ, где температура ниже 18 градусов, перевели в более теплые группы и классы. Напомним, в пятницу власти региона ввели в Яровом режим ЧС. Уже несколько суток температура в помещениях ниже нормы. На ТЭЦ работал только один котел из трех, а уголь был больше похож на мокрый песок. Краевое следственное управление начало проверку по факту ненадлежащего оказания услуг в Яровом. Добавлю, что сейчас в Яровом находятся наши корреспонденты. Они оценят ситуацию, что называется, своими глазами. Подробности в ближайших выпусках. А пока к другим темам. Ключи от квартир сегодня получили работники культуры Бурнаула, молодые актеры, певцы и танцоры. 17-этажный дом по улице Сизова возвели практически за год. Соседями культурных людей будут не менее культурные педагоги и врачи. К примеру, 10 квартир теперь в распоряжении семей сотрудников Краевого центра охраны материнства и детства. Моя любовь на пятом этаже, моя любовь на 25-м этаже, а еще слова чебурашки. Мы строили, строили и, наконец, построили. Именно с этим у актера музыкального театра Михаила Лямина ассоциируется сегодняшнее событие. Вместе с супругой Юлей, тоже артисткой этого театра, они наблюдали за строительством дома от момента закладки фундамента. Теперь вместе с коллегами из других театров получили заветные ключи и готовятся к переезду. А это те, кто будет жить в соседнем подъезде. Семья врача-анестезиолога Краевого центра охраны материнства и детства Вячеслава Мишенина. Порог квартиры переступили впервые. Судя по глазам хозяйки дома, медсестры того же центра довольны. Что больше всего нравится? Объем, пространство. Пространство. Я очень хочу большую кухню. В семье Мишениных 4 человека. Квартира, в которой будут жить, трехкомнатная. 80 квадратных метров. Сейчас живут на 30 в съемной. Глава семейства Вячеслав 3 года работает на одном месте. Говорит, если раньше мысли поменять работу иногда приходили, то после известия о новом жилье ушли. Что испытали вы, когда узнали, что будете жить в 80 квадратах квартирах? Это радость и, как сказать-то, не поверили, что ли, как это вообще. Сколько это физически, как представить. Крайний раз социальное жилье медработники тогда еще детской краевой клинической больницы получали 37 лет назад, в советские времена. А теперь в новом культурном доме соседями артистов станут 10 медицинских семей центра. Самый основной момент – это жилье. Теперь мы можем сказать, что вот, пожалуйста, оставайтесь у нас, мы можем вам предоставить жилье вашей семье. Теперь никуда не денется, да? Теперь никуда не денется. Сейчас жильем в центре обеспечены все молодые семьи. Но ведь в городе, по словам главного врача, еще достаточно специалистов, которые живут в общежитиях и съемном жилье. Своё, хоть и социальное, им бы не помешало. И уж точно помогло бы способствовать тому, чтобы молодые кадры, врачи, актеры никуда из Барнаула не уезжали. Ну а пока счастливчики готовятся к новоселью. Семья Мишениных, к примеру, планирует переезд уже на следующей неделе. Татьяна Голубева, Александр Антропов, День с толком. Правовед из Тверской области выкупил Заринский завод «Банкрот». Предприятие по производству цемента ушло с молотка за 150 миллионов рублей. Завод был построен в конце 80-х, а к 2018-му был признан банкротом. Все имущество, землю, цеха и склады оценили в 747 миллионов рублей. За такие деньги обузу никто покупать не стал. Когда кредиторы изменили условия, цена предельно упала до 150 миллионов, предприятие выкупил некий Игорь Назаров из города Вышний Волочок Тверской области. Он был единственным участником торгов. Кстати, у экспертов есть подозрение, что Тверской правовед зашел на торги как посредник и скоро перепродаст предприятие заинтересованному лицу. Отметим, что раньше завод обеспечивал рабочими местами 550 человек. Ну а Барнаул вновь окутал смог. Это уже одно из привычных украшений местной зимы. В чем причина? Насколько он вреден? И как помочь экологии Барнаула узнаете из нашего следующего сюжета. Выхлопной газ, дым из труб, частных домов и котельных. Вот главные причины пелены, которые зимой нависают над городом. В безветренную морозную погоду смог держаться неделями. И, конечно, это влияет на здоровье. Всемирная организация здравоохранения четко уже как бы определила, что 40% смертей, вызываемых во всем мире, обусловлены тем, что чем человек дышит, как раз вот это в первую очередь воздух, затем вода и продукты питания. Сердечно-сосудистая и нервная системы, легкие, почки – все это страдает от барнаульского воздуха. Проблему, по мнению ученых, нужно решать комплексно. Самим не жечь мусор, увеличить количество зеленых зон и поменять вид топлива в котельных, частных домах, предприятиях. Мой взгляд, что нужно делать, понятно, перевод на газообразное топливо, на автотранспорт в том числе, потому что сейчас эта работа ведется на государственном уровне и приветствуется. Ну, недостаточно здорово, надо бы интенсивнее это все проводить. За последние годы с постепенным переходом на природный газ только частного сектора воздух города стал заметно лучше. Ученые уверены, что если продолжить в том же духе, столица края покинет список городов с самым грязным воздухом. Андрей Дриер, Андрей Печоркин. День с толком. Еще одна зеленая тема. Сроки по созданию национального парка Тогул могут быть сорваны. Тревогу бьют эксперты Алтайского отделения Общероссийского народного фронта. Они провели круглый стол, посвященный этой теме. Восток края от роги Салаирского кряжа больше 160 тысяч гектаров черневой тайги. Еще весной региональные власти заявляли, первый в крае национальный парк Тогул обязательно появится до конца текущего года. Год заканчивается, где же парк? Смотря на то, что в своем послании президент сказал, что национальный парк откроется в Алтайском крае уже в текущем году, очевидно, что год заканчивается, а национальный парк все еще не создан. Представители Краевого Минприроды, ответственные за создание парка, на этом круглом столе предпочитали отмалчиваться. Правда, претензии у фронтовиков даже не к ним, а к федеральному министерству. Как нам сказали в краевом ведомстве, правда не на камеру, регион значительную часть документов подготовил, а от коллег с Москвы до сих пор ни помощи, ни финансирования. Между тем, сам круглый стол ярко показал, далеко не все противоречия до сих пор улажены. «Подожди, подожди секунду. Вы, во-первых, не даете человеку ответить, во-вторых, вы кричите. Я говорю, у нас еще есть утром в текущем. Вот знаете, я могу отличать, когда человек повышает он, или когда он не повышает». Благом особо охраняемые природные территории считают не все. Напомним, на таких землях любая деятельность, особенно рубка леса, сильно ограничена. Часть участников уверяет, как ни странно, из-за этого заповедный лес быстро стареет и гибнет. Вывод, чтобы обновлять, надо рубить. Причем срочно. «И смена порог, когда произойдет вот эта трагедия, через 50 лет на пороге, в которой мы находимся, когда мы потеряем леточный гор, от того или иного катаклизма, будь то болезнь, будь то лесной пожар, природа разберется. Мы будем потом сети советовать. Между тем были и те, кто смог объяснить минусы образования национального парка для местных жителей спокойно, с толком и расстановкой. Глава Тогульского района напомнил, сейчас экономика его земли во многом держится благодаря фирме, которая занимается именно вырубкой леса. В случае реализации в таком виде проекта по национальному парку, эта фирма у нас исчезнет в районе. А эта фирма на сегодняшний день, это фирма единственная, которая хозяйствует очень с головой, мудро, которая обеспечивает три района, Тогульский, Лицовский, Кытмановский топливом. Это единственная фирма, которая занимается на сегодняшний день охраной лесов, я имею в виду от пожаров». Но как бы то ни было, напомнили в УНФ, создание нацпарка в рамках нацпроекта «Экология» это как-никак поручение президента. Выполнять его придется. И экономику перестраивать, если нужно. Тем более, напомнили специалисты, во всем мире нацпарки это не только охрана природы, но и туризм. По итогам круглого стола УНФ, возможно напрямую обратиться в Минприроды России с просьбой помочь ускорить процесс создания нацпарка, чтобы выполнение поручения президента не затянулось на долгие годы. Тем более, что на подходе еще один национальный парк – «Горная Колывань». Его необходимо создать уже к 2023 году. Пеляк Четков, Николай Шелко. День с толком. К другим темам. Водителям Барнаула вручили письма машинистов, которые когда-то совершили наезд на человека или автомобиль. В послании просьба не нарушать правила дорожного движения. В РЖД накануне провели акцию совместно с сотрудниками ГИБДД. В каждом письме переживания, которые после аварии мучают машинистов всю жизнь. Послание раздают волонтеры, специалисты путевого хозяйства и сотрудники ГИБДД. В этом году на железной дороге края произошло уже 8 столкновений автомобиля с поездом. По счастливой случайности никто не погиб, но три человека сильно пострадали. В РЖД делают все возможное, чтобы не допускать таких случаев. На 23 железнодорожных переездах оборудованы устройства видеофиксации нарушений. По результатам работы за 11 месяцев в органы ГИБДД направлено 96 обращений о привлечении к ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения. Также для безопасности водителей в крае 46 переездов оборудовали усиленными звуковыми сигналами, которые предупреждают о приближении поезда. Госавтоинспекция города Барнаула обращается к водителям. Не выезжайте на переезд, если на светофоре уже появился запрещающий сигнал. Даже если еще открыт шлагбаум. Поезд внезапно остановить невозможно. Невозможно, потому что тормозной путь поезда почти 800 метров. А ведь иногда до столкновения остается всего лишь несколько метров. В РЖД напоминают, нарушая правила водитель подвергает опасности не только свою жизнь, но и окружающих. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Барнаульская модель стала призером международного конкурса красоты. 21-летняя Лиза Катаева заняла третье место в конкурсе «Топ модель мира». Это старейший конкурс, где участвуют только профессиональные модели. На него девушку отправляли всем миром. Долго искали ей национальный костюм. В итоге на подиуме Лиза предстала в синем платье, в пол и роскошной шубе из натурального меха, енота, песца и кролика. Шитая по индивидуальному проекту. Обратилась ко мне региональная директора в Москве и говорит, вот надо представить девушку в России, вот желательно из Сибири, чтобы была девушка. Я говорю, у меня есть такая, все ее одобрили, мы стали ее готовить. Конечно, неожиданность, мы же не первый раз участвуем в мировых конкурсах. Всегда где-то там двадцатка, иногда даже в финал не выходили. Как можно вообще выбрать самую красивую или самую модель-модель? Мне кажется, это 65 человек, все красивые, все одинаковые параметры. Представляете, какой конкурс? У них три недели было подготовки, они ездили по всему Китаю. Добавим, что Лиза пришла в модельный бизнес в 13 лет и уже через год самостоятельно уехала в Тайвань, где работала моделью три месяца. С тех пор ее карьера продвигается. Девушка совмещает учебу в ВУЗе и работу в Москве. После победы пять финалисток, в том числе Лиза Катаева, отправятся на неделю высокой моды в Арабские Эмираты. А на этом у меня все. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании Эвалар. До встречи.